Доброе утро! В эфире Новости Лайт. Меня зовут Ольга Жукова. День должен начинаться с хороших новостей. О них и расскажу. Сегодня по всей стране пройдет культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В этом году она охватит более чем 60 городов России. Программа в музеях, театрах, библиотеках и концертных залах насыщенная. Все заведения ждут посетителей после 6 часов вечера. В Омске в музее имени Врубеля у горожан будет возможность выиграть поездку на новогодние каникулы в Санкт-Петербург с посещением Эрмитажа. В Томском художественном музее можно будет посмотреть на настоящего робота Нао, а в Кимеровском музее ИЗО полюбоваться на коллекцию старинных костюмов. В Воронеж. День народного единства отметит парадом бородачей. Там пройдет благотворительная акция «Небритый ноябрь». По центру города пройдутся сотни мужчин с растительностью на лице, а в кафе, ресторанах и мужских парикмахерских установят трехлитровые банки с логотипом акции, куда будут собираться пожертвования для детей. В прошлом году «Небритый ноябрь» прошел в Воронеже впервые, и тогда удалось собрать 70 тысяч рублей. Широкий экран манит россиян. Нынешний год стал для кинотеатров рекордным по сборам. Правда, смотрят наши соотечественники, в основном зарубежные фильмы. По данным «Коммерсанта», только в октябре в России и странах СНГ в кино сходили почти 14 миллионов зрителей. Порядка 12,5 миллионов смотрели фильмы иностранного производства. Сборы российских картин оказались худшими с 2011 года. Ранее эксперты выдали неутешительный прогноз. К концу года впервые за 12 лет десятка лидеров российского проката останется без отечественных фильмов. Расскажу о том, что приготовил нам вторник. Вечером в Омске выступят дуэтом Екатерина Унгвари и Матвей Байдиков. В программе всемирно известные джазовые композиции, лаунж, российские лирические песни и даже рок. Начало концерта в 19 часов. Жители Екатеринбурга приглашают на экскурсию городские легенды. За три часа участники узнают тайны и загадки, которые появились за 290 лет. Всех любопытных ждут у цирка в 19.30. В Нижнем Новгороде в 20 часов пройдет концерт в поддержку сбора книг для детского дома номер один. Можно принести уже прочитанные издания и обменять их на новые. Также для гостей проведут мастер-класс по изготовлению кофейных игрушек. А в 18.30 в Новосибирске можно поймать вдохновение для великих свершений. Проект «Живые истории» приглашает людей, которые нашли себя и свое любимое дело и готовы поделиться опытом. На этом пока все. Теплого вторника и хорошего настроения. Увидимся! Новосибирск Новосибирск Новосибирск